Сегодня я сделаю довольно милый доклад про то, что вы вообще можете найти в OpenStreetWeb, если вы в других жителями пользоваться. То есть мы все знаем, что в OpenStreetWeb есть дороги, дома, железные дороги, все вещи, которыми вы привыкли пользоваться, привыкли видеть на всех картах. Но что нам большинство других карт не позволяет, это... Да, лучше с микрофоном или без? С микрофоном. Отлично. Что большинство других карт не позволяет, это, допустим, посмотреть очень близко на карту. Или посмотреть на личные, которые на картах обычно не отображают. И некоторые из вещей, которые вы можете найти в OpenStreetWeb, и не только можете найти, но оказывается, что все их рисуют, я сегодня покажу. OpenStreetWeb это карта, которую рисуют энтузиасты, не профессиональные картографы. У них нет какой-то задачи рисовать квартал на 100% или свой регион. Не нужен там 100% дорог, 100% рисов. Они все рисуют, ну, мы все рисуем вещи, которые просто хочется рисовать. И не всегда это вещи, которые люди ожидают в этой карте. Например, в плане домов мы записываем не только адреса, но и высокость, ну, в частности количестве этажей. Вот, то есть на карте сейчас, по сути каждого тридцатого дома, указано количество этажей. Вот, и если посмотреть, скажем, на центр Москвы, то этот процент будет значительно выше. Так выше, чтобы у нас это спрашивает хотите. Вот, то есть почти у всех там опций, которые раскрыли, указано сколько их этажей. Вот, это может показаться не очень полезной информацией, но надеялись замечательной работой в 3D-рендинге и в странах третьего мира, к которым в России пока слабые относятся, это помогает также с анализом. То есть, если, например, город находится на берегу Яны, там присоединяются химиоблеские, то высокие домов помогают определить, какие дома, условно, затоплены под крышу, а какие еще выживают. Цельница поливодина считается. Да. Вот. Вот. Более того, у домов есть подъезды. В Москве вы знаете, что у любого там высокого дома есть несколько подъездов, в каждом подъезде их есть квартира. На прошлых странах у нас во всей России, по сути, было, что называется, предпоследствия, подъездное воскресенье, где всех входили на улицу и обходили дома в своем квартале, собирали номера подъездов. Вот. То есть, входили, вот, примерно, вот, 3-х штук, графики, таблички, потом выделили на карты. То есть, да, ну, посреди этого можно выносить подъезды. И их довольно много. В целой карте... Сейчас. На карте всего в мире 100 тысяч обозначено подъездов с номерами квартир. Из них 83 тысячи в России. Вот. Это, для примера, север Санкт-Петербурга, где почти у каждого дома обозначен квартир. То есть, рядом можно строить маршрут от квартирных квартир. Вот. В Москве ситуация не столь хороша, но мы работаем вместе. Проблема с подъездами, что нет никакого реестра Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Приходится выходить на улицу, сграфируют таблички, либо упадить сразу на карту. Это тяжелая и долгая работа. Но это прикольная работа, потому что видимость результата сразу на карте. Трехмерная карта уже, собственно, довольно банальная штука, но нельзя к ней упомянуть. Вот. В OpenStreetLine можно указывать высоты домов. Можно видеть дома на части и указывать правильные высоты для каждой части. И так далее, и так далее. Можно указывать цвет крыши, цвет фасада, и все это сконструируется вот трехмерная карта. Это все нарисовано чисто по данному конструктуру. Вот. Собор Василия Блаженного здесь. Если посмотреть вот туда, здесь тоже будет собор. И так далее, и так далее. Вот. Человек, который это нарисовал, по-моему, где-то здесь. Вот. Но, собственно, это неувикальная штука. Вот. Фанатов рисования перед домиков много в каждом большом городе. Вот. И, собственно, видишь, что OpenStreetLine может быть ничего так используешь. Сделают 3D. Такие, например, компьютерные игрушки. Вот. Во всякие гоночки, самолеты уже пробовать открыть OpenStreetLine. А подъемные экраны даже тут поможут? А подъемные экраны, они стоят на месте, где OpenStreetLine подозначена стойка. Конечно, мы не отправляем каждый подъемный экран. А где-то еще так? О, да. Это, на самом деле, не какая-то карта. Ее сделала какая-то игровая студия французская. Вот. И она очень динамичная. Здесь двигаются подъемные экраны. Здесь… Фонтаны бьют. Да. Бьют фонтаны. Вот. И прочее, и прочее. Когда на улице идет дождь, на карте идет дождь, когда на улице темно, карта тоже немного засемняется. Вот. То есть, да, прикольная штука. Вот. Вот. Называется F4M. Вот. Вот. Ладно. Что у нас дальше? Внутренности зданий. То есть, отлично снаружи на ресторане ТДА. Что внутри? Что делать с торговыми центрами и прочим? Вот торговый комплекс – плотный ряд. Как в нем навигироваться? Вот. На самом деле, оказывается, все можно сделать в F4P. Вот. Сейчас. Все очень видно. В F4P у каждой точки можно указать этаж, на котором он находится. Как в Плюс, так и в ВИС. Вот. Даже в поле. Вот. Можно указать помещение, на каком-то же он находится. То есть, можно указать сталка лестницы между этажами и проходом в каждом этаже. И в сумме, получается, такие схемы торговых центров, прям как на больших серьезных картах. Вот. С той разницей, что вы эту карту можете ввести даже вы, открыв угол-редактор с поддержкой этих этажей. Ну, в 94 и тот же метро. Вот. А домов с указанными, ну, с указанными этажными планами, конечно, немного. Особенно в России. Потому что это все-таки не тридерально рисовать. Вот. Как это делать? Дальше. Дальше. Один настоящий деревьер. Я не понимаю, кому может пригодиться рисовать данные настоящие деревьи, как это вообще использовать. Вот. Но, можно сказать, люди очень любят их назначать. Восемь их девять с половиной миллионов. Это девятый, самый, девятый текст из категории употребивых. Как это было влога? Да. Все же девяты. Вот. Вот, для примера, какой-то баг, в котором кто-то решил обозначить каждое дерево. Вот. Таких штук, на самом деле, много. Это с полиции для расчета мест, где можно запускать кубки. Да. Для кубки, чтобы можно полезть. Вот. Здесь вдоль этой дороги кто-то обозначил. В этом парке. Кто-то тоже. То есть, понятно, что деревьный ровный, что-то покрывает, там посреди облете. Испоединялся. Это довольно сложно. В некоторых городах импорсированные приезды деревьев. То есть, все города, против один настоящий деревьев. Вот. 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 Следующий пункт. Иногда один настоящий деревьев линиевыми рисовать, поэтому он рисует линию для линии деревьев. Ну, видите, это специальный тип, ряд деревьев. Вот. Вот. И в Москве есть, собственно, эти штуки. Вот, например, в Санкт-Петербурге, в двух парках, кому-то было линиевое рисовать каждое дерево, и их рисовали линии. Вот. Ну, как линии вам. Вот эти зеленые точки – это каждое дерево. А линии – это ряды деревьев. Рыбы деревьев. И вот эти зеленые штуки – это, типа, площадь деревьев. Как будет светикальное объединение. Да. Что у нас дальше? «Поребрики». Или для гостей спетербург-гвардюры, или наоборот. На «Поребрики». Да. Так. «Поребрики» тоже можно обрезать каждое выступление. То есть, нет предела этого облеченного контролирова. Насколько нет предела? Сейчас, подождем, посмотрим. Это Москва, если кто знает. Короче, кто-то, возможно, даже в этом зале, отрисовал огромное количество колебриков в Москве. То есть, если посмотрите, это действительно… «Поребрики». Вот. То есть, можно… Не знаю, честно говоря, зачем, но прикольно. Вот. На самом деле, это уже, что называется, микроэлект. То есть, как углубляются уже… В сети вот на этом месте, зачем рисовать палейну? Да. Зачем рисовать палейну? Да. Второе дело. С микроэлектрингом уже становится в точности. То есть, в то время как дорогу можно рисовать в точность, там, в плюс-минус 3 метра – это нормально. Как рисуешь палейну, то точность в плюс-минус 3 метра – это уже плохо. То есть там должна быть точность полметра для тормоза. А спутки и снимки нельзя, они всегда освещены. И к этому добавляется неточность данных в оси МОЖ. Поэтому очень часто оказывается, что реплики мешают фотографированию. Потому что оказывается, что снимки были не точны. Никому не повезут. Ну, раз я зашла про микро-вейпинг, про люки. Ну, я даже не знаю, люки, наверное, какой-то. Рисовать люку, которую мы можем рисовать в районе Москвы. Вот, как, например, вот здесь, в Буршка. Кто-то рисовал каждый люк. В Сочи. Подожди, я даже считаю люк. Или вот в Ягинске. И, как мне подсказывают из зала, в Сочах тоже очень много люков. И под много, я имею в виду, все доедино. Подожди. Вот, то есть вот здесь Олимпийский стадион со всеми люками. Вот, и если тык, то здесь как бы не только то, что это люк, но также его номер, и его тип, и диаметр. Зачем это сделано? Вот у меня есть третья ссылочка есть. Короче, потому что в Апостерклэпом пользуются не только монетики, типа, на слой, и серьезные люки, например, пожарные. И пожарные сделали для себя карту, на которой, собственно, эти люки отображаются. И поэтому они вводят в люки в Апостерклэп. И какие-то энтузиасты. Вот. И им важные диаметры всего цвета. Добавить можно? Да. Дело в том, что это, в основном, наносят специалисты. И вы будете удивляться, эти карты часто используют в своих целях. Ну. Кто этим занимается, подземными коммуникациями. Да. То есть это очень все серьезно, так что это не веселая картография, это все серьезно. И по реврике то же самое. Я как, ну, делал карты графические. Это все очень нужно. Так что, наоборот, пускай делают. Да. Вы абсолютно правы. Я не говорю, что вы представляете не серьезные карты. Просто с точки зрения любителей, да, какие прикольные штуки рисуют. Но все, о чем я говорю, имеет серьезное практическое применение. Это разная христианность. Так. Люки, это, на самом деле, пожарные результаты, которые спряты в люках. Вот. Они, разумеется, то есть пожарные в Краснодарской регионе, они пользуются как-то последовательно, поэтому они все рисуют. Вот. И, понятно, что эти реврики тоже имеют смысл для проектирования, например, навигации для малонабильных целей. То есть, по всему, это и серьезное применение. Вот. Но я себе не очень много карты, это просто прикольный. Вот. Из других просто прикольных вещей. Столбы освещения. Попробуйте найти применение. Эту. 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 указывают даже для них тип лампы. То есть, скажи, как это называется, газоразрядная. Урен. Как-то. Вот. Ну, в общем, и вот какая прикольная карта распоражается. Собственно, тип ламп. Очень прикольно. Ну, это какой-то немецкий город. А немцы у нас, многие в проекте знают, что немцы очень любят. Что означает ровно? Это, так понимаю, направление света. Света. Вот. Ну, в Германии круто. А вот как это выглядит в Москве. Да. В Москве не указывает теклам, но, по крайней мере, решетно и соль. Вот эта дорога, это Замоскоречие. Там был проект Новослицкого. Улица прогулок. И там эти штуки. Люди специально для этого рисовать. Вот. Ну, как надо долго рисовать. Зачительно эффективнее рисовать освещенность. То, что это именно то, что важно. То есть, надо брать не просто, кстати, не освещать. Вот. И с освещенностью у нас тоже все хорошо. Ну, идеально. Вот. Это карта дорог, на которых отмечен тек освещение или нет. То есть, синий – это освещение. А черный, которого здесь не очень много, мы можем увидеть, например, здесь, это значит освещение. Вот. Я, опять же, не знаю, какая практическая польза, но она наверняка есть. Вот. Но суть в том, что… Для шлопников. Да. Что важно, что эти данные есть не только в городах, в городах их не особо полезно, потому что там обычно светло, но и загороды. То есть, можно посмотреть, какие загородные танцы освещены, а какие – не очень. Ну, вот, например, действительно, что М-11 не освещено. Так же, как и у Астуси. А переградское шоссе вполне. Что у нас дальше? О, замечательный тег MaxSpeed. Короче, у дорог указывают ограничения скорости. Это на всех картах, это можно понять. На экранке там 60-80, в центре города 60-40 и так далее. Но в OpenSearch Web есть дополнительный тег MaxSpeed Practical. Что-то у нас с чем. Я даже сделал ссылку не на карту, а на битве, потому что вся эта страница, она очень крутая. Вот. То есть, MaxSpeed Practical – это скорость, которую физически можно развить на машине на этой дороге. Без учёта КМД. Вот. Чтобы люди не соревновались с той машиной быстрее, специально ограничивали статистический этот участок. Вот. И здесь, короче, можно дифференцировать по одной неделе и времени суток. То есть, пробки тоже учитываются. Если на дороге всё время дом, то MaxSpeed Practical может быть пониже. Вот. И можно по времени суток, то есть, можно из опыта соревнования сделать с офлайн-карту пробок. Но, мне кажется, так никто и делает. Но, тем не менее, MaxSpeed Practical – это довольно популярный тег. Их там тоже десятки тысяч. Используется как-то практически? Да. Вы не поверите, но MaxSpeed Practical используется по практике. В Workstream он вполне используется, но используется в выгрузках под всякие навигаторы. «Гармейн», «Армейн», 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 «Гид», «Телл» и это всё. То есть, программу конвертирования тоже учитывают этот тег и учитывают этот тег в определении времени проезда по участку. Основной способ для изучения – экспертная оценка. Очень крутой тег, мне кажется, не велика. Так, следующее, что можно отметить в его посреди, это ясно. Это указатели, дорожные указатели. Есть тоже такая специальная карта для указателей. Ну, вот, например, здесь, к сожалению, не рисуется на карте, но он находится где-то в центре карты там. Вот. Это отношения, отношения сложные. Работайте, не видно на карте, но мы знаем, что на карте отлично нужно указать. Так, например, вот здесь, перекресток, соседок, да, и 40 километров. Их идёт очень много, и всё 20 тысяч по всему миру. Вот, но, мне кажется, очень крутая штука, потому что можно в текст написания маршрута сразу писать. Верните по указателю на Ганчево, 24. Я уже прибежаюсь к концу. Как можно сказать в трафике? Веб. Линии электропередач. Мало кто знает, но в бастергрейберах очень классные все эти линии электропередачи. Вот, и, вот, с этим, у Филикзэк сделал даже интерактивную карту. Актуальность данных на сегодняшнее число. Вот. И вот это то, что нарисовано по секретарту России. То есть, можно увидеть чуть-чуть. Вот. И здесь реально нарисовано. Свет, что показывает? Да. Телет показывает мощность, ну, как-то напряжаемого, да. Вот, если у меня легенды, в окно можно посмотреть все линии, которые походят в Москве и, в общем, при новом округе России. Всякие подстанцы, всякие элегранс КС, называемые собственные бочеприцы. И, в общем, да. Есть энтузиасты, которые... А подводные есть? Как я покажу? А подводные есть? Есть, да? Я посмотрю. Ничего нет? Мы еще не собираем. Погнаем тесты. Да, тесты. Да, тесты. Погнаем тесты. Вот. Так что... LAD, OPEN, SLCAP есть. Их используют. И только туристы реориентированными, но и... Не знаю. Только туристы используют. Номера опор. Номера опор тоже есть. Я лично в своем бренде заносил номера опор. Почтовый индексы. Почтовый индексы. Это не только полезный, это очень важный в их странах, потому что это главный способ навигации. По сути, не только для писем, но и навигация вообще. Например, в Соединенных Штатах, в Великобритании Почтовый индексы целый дом. И все знают свой Почтовый индекс. Кто здесь знает свой Почтовый индекс? Это очень круто. Так вот. Почтовый индекс 50 миллионов. Это... Примерно две трети двум третям адресов сопоставим почтовый индекс. Здесь, я не знаю. Вот, например, карта почтового индексов в Москве. Сейчас он будет 10 кг. А это видите? В 2-3 адресов credit. А, 2-3 адресов то есть табли, там ставь это 2-3 адресов и а до паскал тех 2-3 адресов то есть, 76 миллионов адресов по Настир read и 50,5 миллионов человек. Это их обстоятельств на Москве. Что здесь сразу видно, что вроде не идеально. Целые кварталы стоят без почтовых коров. Это, собственно, нам многое говорит о покрытии адресального паспорта. Но, тем не менее, их значительно больше, чем вы можете получить на Почту России. На подъездах же часто пишут, что присуток у вас, может, за мои внести... Здесь нарисованы береговые линии. Точнее, здесь нарисованы отклонения береговых линий от идеальных в 2014 году. Сейчас всё уже очень-то лучше. По Паспорту это главный источник максимально точных береговых линий на всю СМИ. То есть здесь можно скачать, собственно, в кустаре, на 460-мегабайтный шейк-файл с детальными переговорениями на весь мир. Эта вольтерия постоянно почитается. Например, несколько лет назад в СМИ загрузили эталонные переговорения у Тортида. Ну и люди постоянно прочитают береговые линии в своих странах, в своих районах. Ну, конечно, последнее. Административная граница. Ну, это, собственно, то, с чем у Паспорта идут примерно все организации. Административная граница. Чем лучше у Паспорта, чем во всех этих источниках, тем, что они есть. То есть даже, по-моему, на сайте открытых данных России, административных границ, в связи с областью. Есть такой сайт, который позволяет скачать кучу административных границ. Вот, если здесь найти, скажем, архивскую федерацию. Вот. И, собственно, здесь вся иерархия всего. Иерарховская область там, условно, Игорьчинский регион, сельское поселение в этом районе. Ну, и все это будет значиться. То есть в России четыре уровня административных границ. Это страна, это федеральный регион, потому что у нас идет район в этом регионе и поселение внутри. И, да, очень много. И, при этом, в России мы все это и делаем. То есть есть специальный амбинатор, который показывает количество нарисованных, еще и негрисованных границ населенных пунктов. То есть мы всегда каждый день знаем, сколько границ. Если правильно, а сколько еще предстоит инстанции. Ну, для начала это украсит. Но после меня, конечно, еще защитка больше всего остального. Но это вот примерно то, что есть. Спасибо. Спасибо. У нас есть один вопрос. Вопрос замечательный. Лавочки и урны будут раскрыты. Да, как я сказал, в Москве дофига всего. Лавочки и урны тоже есть. И я думаю, кто здесь рисовал лавочек и урнов после этого? Ну, вот, я уже сказал, что здесь будет урноваться.